Это были действительно очень важные четыре дня и очень важные для начала, для старта. К нам приехали интересные эксперты, которые имеют большой опыт работы в сфере культуры, инклюзии, инклюзивной культуры. И, конечно же, то, что предполагалось и то, что планировалось, с одной стороны полностью воплотилось, с другой стороны совершенно в другом формате. То есть мы, например, сегодня, день, который прошел сегодня, планировали совершенно с другим ритмом и другим наполнением. Но оказалось, что мы сделали гораздо больше. Мы подключили специалисты, подключили сотрудники ИКЦ и сами прорабатывали те вопросы, те материалы, которые озвучивались. Любая идея, она требует дальнейшего развития. И мы попытались сотрудничествовать с вами в разных форматах. Это была групповая работа, индивидуальная работа, это были лекции, тренинги, мастер-классы. Найти те возможные пути, которые лягут в основу ваших новых планов развития учреждения, как, что можно сделать за следующий год, что можно сделать за три года, какие новые инклюзивные проекты можно реализовать, какие мероприятия, арт-мероприятия можно реализовать уже в этом году. И откроем вам секрет, что мероприятие, которое будет первым и будет уже реализовано в феврале месяце, оно будет инклюзивным, оно будет направлено на всех жителей нашего региона, и мы, конечно, будем помогать для того, чтобы оно получилось очень хорошо, и для того, чтобы к вам пришли посетители, для того, чтобы ваш центр стал уникальной инновационной площадкой и ресурсным центром для развития инклюзивной культуры Свердловской области, может быть, России, а может быть, всего мира. Очень здорово, что удалось всех разговорить, включить в работу, и на самом деле сейчас очевидно, что сотрудники, в том числе и отдельно от ИКЦ, отдельно от этого обучения, имеют какие-то представления о людях с инвалидностью, имеют какой-то опыт и в этом направлении в том числе, имеют множество различных качеств, которые могут быть применимы к этой работе. Поэтому, на самом деле, мне кажется, что обучение прошло вполне себе успешно, и очень приятно, что сотрудники самостоятельно смогли поработать, это все осмыслить, и смогут транслировать опыт не только внутри коллектива, о чем мы много разговаривали, много разговаривали о работе, которое может происходить внутри коллектива по обмену опытом и обсуждению того, что же происходит и выстраивание каких-то стратегий, но и вовне стен своего учреждения, в том числе, на мой взгляд, важно делиться своим опытом с ближайшими соседями, с похожими учреждениями, которые есть на территории Первоуральска и в соседних городах, и в дальнейшем уже, конечно же, после того, как опыта будет наработано достаточно, можно будет выходить, я думаю, что на федеральный уровень смело. Субтитры создавал DimaTorzok